Вот такие артефакты девятого мая. Ну что, друзья, 9 мая. Всех с праздником Победы. Враг будет разбит, Победа будет за нами. Погода великолепная просто. Сегодня вспоминал, мы в школе на параде носили флаги. Я помню, что я носил белорусский флаг. Ну, потому что я родился в Беларуси. Но сегодня единственный парад, который я увидел в онлайне, это был парад в Минске. Фантастическое зрелище, всем рекомендую посмотреть. Ну, вместо того, что я увидел сегодня по каналам, как там, сидим дома 24, да, государство. Это, конечно, жалкое подобие, позор совершенный. Это, наверное, символично. Мазаться в дерьмо, как мы до этого дошли. Сегодня праздник великий, 9 мая, День Победы. И многие не дожили до этого праздника. Но мы считаем, что должны все-таки определиться. Вот камеры, фотоаппараты, которые были сделаны в 50-е, 60-е годы. Вот. То, что представляла наша промышленность. Как мы до этого дошли, подведем некоторые итоги. Мои видео я показывал, какая техника была в Советском Союзе и до чего это дошло. Заводы все распроданы, все разворовано, расхерачено простым языком. Ну, сегодня разговор не про это. Сегодня будем говорить о будущем, который нас ожидает. И многополярного мира больше не существует. Только две полярности есть. И в этих полярностях, ну, очень просто все. Одна цифровая, другая аналоговая. Если существует одна, другая, соответственно, будет отменена, обнулена. Поэтому жду от вас комментариев, что вы по этому поводу думаете. Запреты на пленочные фотоаппараты, я считаю, будут введены, если пойдет по пути цифровизации. Ну, я свой выбор сделал уже, поэтому инженеры знают не только, как включать, но так же, как и выключать. Поэтому я желаю всем здоровья. Поменьше всяких болезней, но и занимайтесь своими знаниями, изучайте предметы. Все будет хорошо. Я думаю, что враг будет разбит, победа будет за нами, сто процентов. Привет, 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 привет. Вот таких молчаливых баранов готовят нам. У меня вот для них специальный подарок с надписью «Киев», который был сделан в 50-е годы после войны. И сегодня тема будет небольшая, я буду краток. Как довели наше производство фотоаппаратов, всего остального. До коллапса. Кто это сделал, эти люди до сих пор еще живы, ходят по земле. Ну, я думаю, что все с них будет считано, списано, оцифровано, обнулено. Ну и, соответственно, все получат по заслугам. Но в реальность я уже говорил, что будут цифровые камеры. Ну и, скорее всего, не будет аналогов. Или, наоборот, будет полностью обнулено все, что связано с цифрой. И, соответственно, останутся только технологии, которые нельзя уничтожить удаленно. В отличие от цифровых, которые удаляются. Даже удаленно можно разрушить, уничтожить и освободить человека от этого в концлагере. Наставьте мне без дизлайков. Я буду очень рад этому. Я буду понимать, что я в правильном направлении двигаюсь. И, соответственно, Фавионич еще покажет свое лицо не только в маске из-под Киева 2007 года, но и в других масках. Всем удачи, здоровья. Враг будет разбит.